Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие ребята, мои любимые второклашки! Я, Людмила Ивановна, преподаю урок русского языка. Я думаю, что вы уже присоединились к нам и готовы начать урок. Итак, внимание на экран. Итак, скажите, пожалуйста, вам видно? Да, мы будем писать обязательно, мои хорошие. Спасибо, Мишель, огромное! Итак, урок русского языка. Тема нашего урока называется так. Слова близкие и противоположные по смыслу, то есть слова синонимы и антонимы. Какие вы умнички, детки! Теперь чуть-чуточку. Спасибо большое, огромное! Я вас очень рада видеть. Я вас очень сильно люблю. Я знаю точно, что у нас сегодня все получится. Готовы? Ручки положили красиво. Сели прямо. И слушаем внимательно. Цель нашего урока – формировать умения, грамотно использовать в речи синонимы и антонимы, расширить словарный запас, воспитывать стремление к познанию, ребятки. А задачи наши такие на уроке. Расширить словарный запас, развивать внимание, зрительную и слуховую память, речь. Ну, а еще воспитывать самостоятельность и активность, потому что некоторые детки уже без мамы, без пап выполняют задания и классную работу, и домашнюю работу. Я знаю, что вы у нас умнички. Перед вами лежит дневник. Если нет дневника, тогда, пожалуйста, где-то на листочке или просто посмотрите глазками. Потом запишите это все у себя в дневнике. Мои хорошие умнички, я вас тоже очень сильно люблю. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Тема наша. Слышно, очень слышно. Ребятки, не отвлекаем теперь, а послушайте внимательно. Домашнее задание у вас в Я-классе нужно выполнить задание. Каждый ребенок в 11 часов получает это задание. Можно его выполнить. Мы заодно с вами повторим главные члены предложения. Вспомните, что такое предложение. И вам нужно будет выучить правила учебники по русскому языку на странице 14. Что такое антонимы и что такое синонимы. Если вы не успели записать, просто напишите Я-класс. Задание будет у вас уже в Я-классе. И страница 14 выучить правила. Вот такое домашнее задание. Чтобы вы были вот такими счастливыми и чудесными. Ну а теперь смотрите. Нужно сесть красиво. Перед собой положить тетрадочку в косую линию. Цветные ручки и нашу линейку и карандаш. Посмотрите, мои хорошие. Сейчас хочу прочитать вам чудесное стихотворение. Мы пришли сюда учиться. Не лениться, а трудиться. Работаем старательно. Слушаем внимательно. Давайте улыбнемся друг другу. Пожелаем хорошей работы и на уроке. И отличного настроения. И замечательной, отличной отметки. Спасибо. Да наим улыбнулась. Хорошо. Конечно же, я вас обнимаю всей душой. Спасибо вам огромное. Вы у меня умнички. Ну а теперь, ребята. Прозвенел звонок. Начинается урок. Я тетрадочку открою и с наклоном положу. Я от вас, друзья, не скрою. Ручку я вот так держу. Сяду ровно, не согнусь. За работу я возьмусь. Все, ребята, больше не пишем пока. А только лишь внимательно слушаем. У вас в тетрадочке записано число. Восьмое. Мы говорим восьмое, а пишем восьмое. Слово восемь. Сентября две хитрых буквы. Классная работа. Мы уже на это даже... Это точно должны знать, что в слове «классная» удвоенная «С» в слове «работа» гласная буква «А» в первом слоге. Ну и минутка чистописания. Я вашим милым, любимым учителям отправляла этот образец. Заглавная буква «В» и строчная буква «В». Ну а теперь слова. Словарные слова на букву «В». В слове «Ванна» удвоенная «Н». В слове «Валенки» буква «Е», потому что можем написать слово «Валенки». В слове «Вдруг» на конце можем написать букву «К», а нужно написать букву «Г». В слове «Весело» буква «Е» и буква «О». В слове «Виноград» посмотрите аж целых три сомнительных буквы. Но в слове «Воробей» и «Ворона» я уже точно знаю, что в этих словах вы не ошибетесь. Эти слова уже мы с вами учили в первом классе. Чудесные слова запоминайте, пожалуйста, потому что в пятницу опять будет минутка чистописания. И словарные слова, которые вы должны будете выучить за этих три дня. Вторник, среда и четверг. Вы мои хорошие. Всё, готовы? Слушаем внимательно. Я хотела бы с вами повторить грамматическую основу предложения. Чтобы вы спокойно выполнили задание в Я-классе, повторяем, что входит в грамматическую основу предложения. Сначала повторим, что такое предложение. Одно, два или несколько слов, но они обязательно должны быть связаны между собой по смыслу. Нет, мы не записываем, мы только лишь это слушаем. А потом получите презентацию, ребятки, допишите, если что-то не успели. Грамматическая основа предложения – это подлежащее и сказуемое. Подлежащее отвечает на вопрос «кто что?» и подчеркивается одной чертой. А сказуемое обозначает действие предмета и отвечает на вопрос «что делать, что сделать, что будет делать». Да, и подчеркивается, Артемий, спасибо, двумя черточками. Я вам только лишь напомнила, ребятки, потому что вы сегодня будете выполнять задание. Повторяем грамматическую основу предложения. Ну, а теперь вот так. Послушайте внимательно. Задание. Подберите к слову «друг» слово близкое по значению «друг». Близкое рядом слово «друг». Близкое слово. К слову «друг» подберите близкое по значению слово. Как? Нет, пока не писать. Просто сейчас «приятель». Замечательно, молодец, Исмаил. А еще «друг», «подруга». А еще «дорогие товарищи». Спасибо, Нордолете. Конечно же. «Приятели, товарищ». Вот это близкие слова по значению. Что общего в этих словах? Что «друг», что «приятель», что «товарищ». Они такие родные. Они отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одной и той же части речи. Смотрите. Слова близкие по значению называются синонимами. Пока не пишем. Я скажу, что нужно писать. Нет, мои хорошие. Только лишь слушаем. Слова близкие по значению называются синонимами. А теперь я вам прочитаю стихотворение. И вы прочтите, пожалуйста, стихотворение. Давайте вместе с вами хором читаем. Далеко мой стук слышится вокруг. Червякам я враг, а деревьям друг. Перед вами стихотворение. Посмотрите. Два слова. Нас кто-то отвлекает. Два слова, которые противоположны со всем. Это слово «враг» и слово «друг». Что общего в этих словах? Они противоположны абсолютно друг другу. Если в слове «приятель», «товарищ» и «друг» это близкие слова, а это противоположны враг и друг, тогда эти слова называются антонимами. И отвечает на один и тот же вопрос. Слова, противоположные по значению, называются антонимами. Я думаю, что вы мне сейчас услышали. Ещё раз повторю. Слова, близкие по значению, близкие, называются синонимами, а слова, противоположные по значению, называются антонимами. Вот теперь, ребята. Как вы думаете, какая же тема сегодня у нас на уроке? Тема у нас сегодня на уроке – синонимы и антонимы. Давайте сделаем вывод, что синонимы – это слова, близкие по смыслу, отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одной и той же части речи. Огонь и пламя одинаковые. Посмотрите, это имя существительное. Пока не пишем, мои хорошие, только внимательно слушаем. Слушаем. Большой, огромный, громадный – это всё. Имя прилагательное обозначает признак предмета. А что же такое антонимы? А антонимы – это противоположные по смыслу слова, отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одной и той же части речи. Например, день, ночь. Я скажу, когда писать, мои хорошие, я же вас люблю. И когда я скажу, ребята, вот теперь мы пишем, тогда будем писать. А сейчас мы только слушаем. Я пока объясняю новую тему. Следующее, посмотрите. Большой, маленький – это имя прилагательное. Стоять, бежать. Что делать? Это глагол. Антонимы. То есть, наши слова могут быть... Они... Слова, которые близкие по значению, называются синонимами. Слова, которые противоположные по значению, называются антонимами. Отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одной и той же части речи. То есть, слово «бежать» и «день» – это никак не может быть антонимами. Ну, а теперь поиграем с вами в игру. Вот теперь берем ручку. Все взяли ручку. Поставили ручку на локоток. Ура! Теперь будем работать письменно. И поиграем в игру. Игра называется «Скажи наоборот». Надо досказать словечко. Просто так. Не пишем, ребятки. Слушаем внимательно. И вот пришел теперь черед сыграть в игру наоборот. Слушаем внимательно. Я скажу слово «высоко», а ты ответишь. Я скажу «высоко», а ты ответишь. Какое слово противоположное? Молодец, Исмейл. Низко, конечно же. Замечательно. Я скажу слово «далеко». Молодцы, умнички. А какое тогда вы слово напишите, скажете? Пока скажете. Пока еще не пишем, пока говорим. Близко, Данаим. Молодец какая. Умничка, конечно же. Близко, Раяночка. Спасибо большое. Так. Близко, Имочка. Следующее. Скажу я слово «потолок». Потолок, ребятки. А ты ответишь противоположное. Молодец, Алим, как быстро. Конечно же. Пол. Скажу, что слово «потерял». И скажешь ты, если «потерял». А противоположное? Ой, какие умнички, молодцы. Нашел, Амина. Спасибо, Айбеке. Нашел. Нашел, конечно же. А ты ответишь «нашел». Ну, а теперь начинаем писать. С красной строки, с заглавной буквы. С красной строки, с заглавной буквы. Слово «высоко». Записываем антонимы. Пишем «высоко». С заглавной буквы, мои хорошие. Пишем «высоко». С красной строки. Не видно? Если, Мишельчка, не видно, моя хорошая, тогда слушай, я диктую, а ты пиши. С заглавной буквы, с красной строки. Пишем «высоко». Вставим тире. Взяли теперь зеленую ручку и противоположное слово запишем. Слово «антоним». Пишем «низко». Смотрите, какое хитрое слово, да? Низко. В этом слове хитрая, сомнительная буква «з». Мы говорим «низко», а пишем «низко». «Низко». Записываем. Низко? Угу. Ставим запятую. Пишем слово. Молодцы какие. «Далеко». «Далеко». Я повторяю. «Далеко». «Далеко». Ставим тире. Берем зеленую ручку и пишем антоним. «Близко». «Нуркиза какая ты умничка». И в конце слова надо поставить точку. Да, мы говорим... Нет, мы говорим «низко». А пишем «низко». Мы говорим «близко». А пишем «близко». Внимательно у вас все слова на экране. Поэтому спокойно списываем четыре слова. И ставим точку. Я еще минуточку жду. «Высоко», «низко», «далеко», «близко». У кого есть время, кто быстро пишет, пожалуйста, позовите к себе каждое слово и поставьте ударение. Есть детки, которые быстро работают, а есть детки, которые работают медленно. Пожалуйста, ребятки, если вы не успели дописать, дописываем. А ударение поставите тогда, когда закончится урок, потому что у нас, ребята, определенное время. Мне хочется много еще чего вам сказать и рассказать. Итак, «высоко», «низко», «далеко», «близко». И в конце поставили точку. Спасибо, молодцы, Чингис. Все уже написал. Скажите, а что за слова вы использовали при игре «все наоборот»? Какие слова вы использовали при игре «все наоборот»? Как эти слова называются? «Высоко», «низко», «исмайльчик», «молодец», «антонимы», «конечно же», «это называется», «Алиюшенька», «спасибо». Так, только букву «Ачингис» написал. «Антонимы», «Лисан», «все», «спасибо огромное». Ну, а теперь, ребята, положили ручки. Спасибо, Бекхан, спасибо огромное. У вас у всех есть чудесные красивые глазки. Есть? Есть. Даже кто-то на Иссыкуле у нас. А теперь мы с вами сделаем сейчас интересную зарядку. Посмотрите, физкульт-минутка. Зарядка для глаз. Закройте глазки. Откройте. Закройте. Откройте. Посмотрите вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Потом посмотрите близко, на носик близко вот так посмотрите на носик. А далеко-далеко посмотрите. Еще раз, на носик посмотрите. Потом далеко посмотрите. Далеко, близко, далеко, близко. Ну и последнее. Посмотрите, налево, направо, налево, направо. Голова не крутится, только глазки работают налево, направо. Вот такую чудесную зарядку мы с вами сделали. А теперь посмотрите, мы называли, я вам называла слова антонимы. Смотрите, закройте, откройте, вверх, вниз, далеко, близко, налево, направо. Даже зарядка у нас словами, антонимами. Вот, а теперь начинаем писать очень интересное предложение. Но чтобы его записать, сначала послушайте. Поставьте ручку на локоток. Ой, как хорошо. И послушайте задание. Не пишем просто так. Составьте предложение, используя слова антонимы. Посмотрите, слово дерево и слово куст. Но есть слова помощники. Дерево у нас интересно какое? Низкий, высокое, холодный или горячий. Итак, с красной строки, с заглавной буквы, начинаем писать. Первое предложение. Записываем. Пишем слово с заглавной буквы. Дерево. Пишем. Дерево. Ну вот какое интересно у нас дерево? Слова помощники. Выбираем слова, которые подходят к слову дерево. Дерево у нас какое? Интересно. Оно у нас какое? Дерево. Какое? Какое у нас дерево? Кто догадался? Нуркозочка улыбается. А дерево-то какое? Высокое. Один умничка. Конечно же. Дарека. Спасибо. Продолжаем. Со строчной буквы пишем. Высокое. Высокое. Ой, спасибо. Умнички. Все. Записываем тетрадочки. Больше не пишем. Дерево высокое. И ставим запятую. Внимательно, ребята. Высокое. О-е на конце. Потому что задаем вопрос. Какое? Дерево высокое. Ой, замечательно. Зуфарчик какой-то. Умничка. Ставим запятую. Пишем. А куст. И Зуфарчик уже написал. А куст у нас низкий. Низкий. Пишем, Асимочка. Я подожду. Записываем первое предложение. Дерево высокое. Ставим запятую. А куст. А куст. Салиюша. Если не успела, пожалуйста, отступи там, где ты не успела. И записываю первое предложение. Дерево высокое. А куст. Куст у нас какой? Он у нас низкий. С красной строки. Асимочка всегда задание. Начинаем записывать. С красной строки за главные буквы. Почему-то мы не услышали это задание. А куст низкий. И в конце надо поставить точку. Исмаил, молодец. Быстро пишешь. Дерево высокое. А куст низкий. Молодцы. Пишем, пишем. Себе диктуем. Пишем без ошибок. Внимательно. Очень-очень. Ого. Зуфарчик какой ты. Молодец. Прям совсем все. Ребятки, ну а следующее предложение, где вы поставили точку. Продолжаем писать с заглавной буквы. Чай и мороженое. Вот интересно, чай у нас какой? Чай у нас какой? Горячий, Мишель. Умничка, конечно же. Чай у нас горячий. А мороженое какое у нас? Какое? Какое, ребятки? Какое мороженое у нас? Ну, какое мороженое у нас? Здесь что-то написано. Но вы должны. Быстрее, быстрее. Не поместилось. Переносим. Холодно, Тимир. Молодец, умница. Холодное. Я сейчас буду объяснять. Холодное, конечно. Вы, наверное, засомневались. Я почему обратила внимание именно высокое. Холодный. Посмотрите, здесь написано. А теперь записываем. Пишем. Чай горячий. Мы говорим горячий, а пишем горячий. Внимательно списываем. За главную букву пишем чай горячий. Ставим запятую. Чай горячий. Горячий. Мы говорим горячий. Чай у нас какой? Горячий. Вот здесь окончание совпало. Горячий. А вот в слове «а мороженое какое» и написано слово «холодный». Вы сразу засомневались, потому что не подходит окончание «мороженое какое». Оно у нас «холодное». Мы говорим «холодное», а пишем «холодное». Внимательно. Хитрые буквы. Если детки умеют быстро менять ручки синюю на зеленую, то, пожалуйста, в слове «холодное» буква «о» и «о». Посмотрите, «холодное» и поставить точку. Итак, чай горячий, а мороженое холодное. Холодное. И поставили точку. Я еще минуточку подожду, чтобы вы дописали. Все. Молодцы. Вы у меня сегодня, ребятки, молодцы. Я вас обнимаю. Очень-очень сильно люблю. Когда получите сегодня презентацию, обязательно посмотрите, чтобы в вашей работе не было ошибок. Чтобы вы написали правильно, без ошибок. И ваши любимые учителя Сайкал Бегалиевна, Елена Валентиновна, Людмила Ивановна и Гульзат Сулайман Куловна вам за работы ставили только оценки 5. Посмотрите внимательно. Всего вам хорошего. Кто-то заметил ошибку, пожалуйста, исправляйте, чтобы у вас не было ошибок. И были только пятерки. Всего вам хорошего. До новых встреч. Встретимся с вами завтра. Завтра у нас урок русского языка. Пожалуйста, еще раз. В Я-классе главные члены предложения. Вы это точно помните. Я точно знаю, что вы очень хорошо знаете, что...